Привет всем! Сегодня мы едем в деревню Козлишкис помочь одному очень хорошему человеку. Какая была история? В общем, написал нам подписчик с просьбой найти его бабушку. Сам он живёт в России, в Архангельске. Бабушка его живёт вот в Козлишкис. То есть они уехали там в 91-92 году вроде бы, и всё, и связь с бабушкой пропала. Поэтому он попросил съездить в эту деревню. Мы с ним поговорили, по воспоминаниям восстановили, где находится это место. То есть определили, где находится этот дом и где они жили. Он попросил туда съездить, чтобы посмотреть, что сейчас там. Кстати, попросил тоже снять ролик об этом месте, потому что ему сейчас будет интересно, как там всё выглядит. Вот, и найти его бабушку, что важно. Сам парень, зовут его Дмитрий, из Архангельска, да, как я уже говорил, мы с ним общались. Потом Козлишкис находится в 100 километрах от Висагиноса. Он перевёл нам деньги за бензин, чтобы мы туда съездили, заправили машину. Так что сейчас съедем туда. Как заправлять машину в Литве? Есть у нас заправка, которая называется Look Oil, такая же, как и вообще во всей России. И так давно её выкупил австрийский концерн, выкупил все заправки, каких было, по-моему, 71 штука или 72. Кстати, Look Oil – это самая успешная фирма, которая действует на территории Литвы в плане прибыли. Потому что от того же Statoil, который сейчас, по-моему, переводен в Тёртлокей, он отстаёт по госзакупкам на 60 миллионов. Всё очень просто. Просто Look Oil предлагает самые низкие цены. Вот и всё. То есть есть конкурс, самая низкая цена, всё, выигрывает. Look Oil даже поставлял топливо для литовской армии. Выбираете данную бензину. Можно сразу заправить, да, насколько вы хотите. Или можно вначале заплатить. Допустим, вы хотите ровно на 20 евро заправить. Вы идёте, платите 20 евро, а потом уже идёте сюда, ну, и заправляете. То есть ровно 20 евро вам отчитают. Перчатки, кто не хочет руки марать. Здесь есть салфетки, если вы всё-таки уже их замарали, и можно вытереть и выкинуть. Есть карточка скидок, да, Look Oil там тоже какая-то скидка есть, эта карточка. Потом, о, есть наклейки, где, вот акция. За каждый, там, я не знаю, сколько-то литров, там, или за 5 евро, допустим, дают одну наклейку. И собирают здесь наклеек за 15 евро, и потом получаете катушку от Shimano. Для рыбаков может быть актуально. Там есть сразу, типа, такой рыбацкий отдел в самом, в самом внутри, вот там, где касса. Вот также, кстати, здесь есть касса самообслуживания, которая работает круглосуточно. На английском, на литовском, на немецком и на русском языке. То есть ночью, там, в час ночи, там, утром, когда хотите, приезжайте, карточку вставляете, оплачиваете. Карточки скидок тоже здесь работают, в этом терминале, потому что мы уже пользовались. Не принимает он кэш, вот эти как-нибудь русские. Наличные. Наличные, да, не принимает, только карточкой можно платить, но все равно удобный. Вот цены на топливо. 98-й стоит 1,18, 95-й 1,15 и 1,17. Дизель 1,05 и газ 57 центов, 58 почти. На заправке можно арендовать прицеп тоже. Вот здесь открытый и есть закрытый такой. Много нам уже писало людей, спрашивали. Ну, во-первых, пишут, спасибо вам за ваше видео, которое вы делаете, за ваш канал, очень интересно. Куда можно перевести деньги, поддержать вас? Специально для этого мы открыли кошелек, ссылка на который есть под видео. Так что, если кто-то хочет задонать, то пользуйтесь кошельком, там очень легко, там можно с карты переводить, и с Яндекс денег, и с WebMoney, там, кто чем пользуется. Этому очень удобно. И перевел уже один человек, там, донат, там, сколько, тысяча рублей. Так что, спасибо ему. Не знаю, вот, не подписался. Если вы будете переводить деньги, то оставляйте какой-то комментарий, чтобы вы знали, кто это переводит. Вот, и сообщение-то можно оставлять какое-то. И на будущее всем спасибо за поддержку. Вообще, кстати, это, наверное, четвертый случай, когда нас просят найти какого-то человека. То есть, писала женщина вначале, если геннесси там кого-то найти, какую-то женщину, ну, не получилось. Один человек тоже из России просил найти его соседей в Вильнюсе. Тоже я ездил. Кстати, интересное чувство было, когда ты в дождь едешь, чужой знает куда, просто, чтобы помочь людям. Вот тоже нашли, мы, кстати, друга его, они связались, там все хорошо. Потом, вчера буквально, написал человек, жил он в Висагиносе, парень. Потом в 91-м году они уехали из Висагиноса в Россию, остались там жить. Захотел он найти своего друга. Вот, единственное, что он помнил, это адрес, по которому он живет, который он мне сказал. По тому адресу знакомые мы уже не жили. Но очень повезло с соседкой, потому что она вышла и сказала, что, ребята, эти люди здесь не живут, но они живут вот по такому-то адресу. То есть мы пошли уже на тот новый адрес, и жила мама этого друга, сказала, где он как, и тоже получилось связаться. Вот, и сейчас уже четвертый случай, когда просит вот Дмитрий помочь найти его бабушку. Выдался такой день шикарный, и жарко, солнечно, и в саму... вот в такую погоду и само то ездить, помогать людям. Немножко мы заговорили с Эдиком, никуда свернули. Сейчас едем по неасфальтированной дороге, но подумали, что да, так даже веселее, в принципе, Августинова. Какая-то мегаполис, сейчас вы увидите знаков. Вон, небоскребы видны Августинова. Люди газончиками занимаются. Маристы, вот, сидят в пузде. Что мне нравится, у литовцев есть такая тема, что они облагораживают свой участок, они кто-то нелепым образом это делают, ну, сочетают несочетаемые вещи, разукрашивают диски, колбаки от машин, вывешивают на дома. Кто-то выпрямляет железные банки из-под пива и обивает стену дома, чтобы это блестило. Ну, по-разному. Хороша, наверное, в этом выпуске получится, что много природы. День просто выдался, такой шикарный, солнечный, все красиво, все зеленое вокруг. И люди, кстати, писали, да, что, пожалуйста, показывайте побольше, почаще природу, потому что людям это нравится. Приехали в Козлишкис, сейчас будем искать этот дом. Ну, и покажем деревню. Я смотрел в Google Maps там сверху. В принципе, деревня такая немаленькая. Дмитрий отметил на карте, где это место находится, где был их дом, где жила бабушка. Вот, кстати, он говорит, там была, там раньше был мост такой деревянный через речку. Сейчас как раз-таки мы будем проезжать этот мост, и он уже не деревянный, он бетонный, видимо. Дети развлекаются у нас в деревне. Сошли, кстати, вот в этот магазинчик. Так он выглядит, по родотове написано. Что такое с советских времен надпись, это совдеповская. Обычный деревенский магазин, где есть все, начиная от пива, колбасы до туалетной бумаги, средства от комаров, порошка, свечей и так далее. Дедушка тоже едет в магазин. Дедушка тоже едет в магазин. Без ведра. Как воду вообще набирать? А, это летняя кухня, кстати. Чувствуешь запах? Судя по хлевам, то здесь должно было быть какое-то хозяйство. Вот это, кстати, школа, я так понимаю. Я не знаю, была она тогда или нет, может быть, ее недавно построили. Ну, как недавно, судя по крыше, там она мхом уже поросла, но относительно, потому что вы уехали отсюда давно. Здесь шифер хранится. Встретили одного человека местного. Что он рассказал? Здесь вот жила женщина, всю жизнь старая, которая умерла где-то около трех лет назад, похоронена там на кладбище. Стасия Мармаке, они звали вот эту вот женщину, которая здесь жила, которая умерла вот пару лет назад. Потом эту землю выкупил фермер. Единственное, что про женщину он рассказывал, была какая-то русская, здесь жила Носова, которая, но она жила где-то перед кладбищем. Да, телефон сел. К сожалению, не можем Дмитрию позвонить. Я не помню ни имени, ни фамилии. И вообще, может быть, даже он не говорил. Как-то вот этот момент упустили. Мы погуляли по самой деревне. Деревня классная, на самом деле, очень аккуратная. Тоже везде газончики, цветы, праздничные скульптуры. Всё так ухожено. Очень красивая деревня. Если дом неухоженный, то его можно купить около двух тысяч евро. Если хороший дом, всё ухоженный, с землёй, ну, всё как нужно. Десять тысяч евро, то есть, да, такая вот цена. Второй день, ребята. Мы вернулись опять в Козлишкис. Уже с новыми данными. Мы узнали фамилию, имя бабушки Димы. Выяснили точно, где вот это место, где этот дом стоит. Вот в округе, как вы видите, здесь тоже много соседей. Здесь два дома и ещё один, вот этот большой, который разделён ещё на две семьи. Вот этот, возможно, по описанию, был тот самый коровник. И вот этот дом, где жила вот бабушка Димы. Какая сейчас история происходит? Как бы это было колхозное вообще имущество, но не принадлежало частным лицам. И потом же, когда была эта приватизация, запай, да, как их называют, выкупила соседка, которая вот на этой территории тоже проживает, и выкупила этот дом. Но опять же, какая история? Этот дом стоит на земле вот людей, которые живут здесь. И женщина рассказывала, что муж, да, он очень бесится. Вроде это как и не их постройка, а земля их. И думают, что делать. Хотели вот перенести. Видно, что там такие вот брёвна уже по домам. Они хотели его переместить вот со своей земли, немножко убрать, подвинуть. Но как-то это всё зависло дело, и сейчас он стоит всё равно на месте. Ну здесь от дома, да, мало что осталось. Такое, вот только стены и крыша, да, видно, что. Дверь вот эта вот такая старая, как у нас на хуторе. Дом по чуть-чуть и едет. С ту сторону. Алло. Алло, Алло, с вами взрослых. Ну, привет. Ну, в общем, нашли мы этот дом твоей бабушки. Да. Ну, в общем, тут такая история, что дом этот вообще, ну, почти уже развалившийся. Я, короче, взял номер этой женщины. Она по-русски-то разговаривает? Да, она разговаривает по-русски, но она сказала, что приедет муж её, который потом, ну, ещё подробности разузнает, и вы потом можете с ней созвониться, она всё расскажет. А где похоронили? Неизвестно? Одна, не одна, там, сыновья, дети ещё остались? Она умерла, кстати, говорили, около 30 лет назад. Мы сейчас поедем на кладбище, поищем ещё. Могилу, может быть, найдём? А так я думаю, это нереально, наверное, сделать. Ну, там небольшое кладбище. Ты не знаешь месторасположение? Нет, там небольшое кладбище. Саня, ты вообще мужик. Всё, Саня, всё, спасибо. Давай, на связи. Давай. В общем, обошли мы всё кладбище. Ну, оно не такое большое, в принципе. Вот видно, что на две части разделено. И Эдик с одной стороны шёл, и я с одной все вообще. Абсолютно все могилы, все памятники посмотрели. Нету таких имён и фамилий. Всё, наша задача выполнена. Мы едем домой. Подписывайтесь на «Жизнь Литве». Всем хорошего дня. Пока.